Все, мы одинаковые. Да, чтобы одинаковые были. Вот теперь разъехал на чану. Слушай, это классное, белое, красное. Ну все, давай. Записывается. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили и Айсель. И сегодня... И сегодня мы снимаем для вас новое видео. Сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Точнее, на большинство вопросов обещала ответить Айсель. Да, сегодня да. И будем кушать грузинские фингалины. В домашних условиях они очень вкусно пахнут. И небольшие, кстати, 10 штук съесть. Как думаешь, сможешь все это съесть? Да, я так думаю, сможешь. И приступаем к вопросу. Карьера или семья? Что бы ты выбрала? Вообще, кем хочешь стать? Я хочу стать... Ну не то, что актрисой. Да, вот больше всего... Работать, короче, в НИАЗе. Поступать в университет. Тебе какой? Ой, я уже приступила к еде. Ну или семья, или карьера. Может быть такое, что через лет пять он тебя бросит, найдет себе другую. Всякое может быть. А ты останешься без ничего. Куда будешь поступать? В НИАЗ. Очень люблю, очень. Вообще, я люблю языки выучать, да, и поэтому... Я, если честно, даже жалею, что не поступила либо в НИАЗ, либо на информационные технологии. Мне кажется, это все двигается вперед с каждым днем. Это очень вкусно, ребята. Мы не взяли салфетки. Сейчас я понесу мелочко. Давай. Я пью еще. Остро, да, достаточно остро получилось. Не, ну вкусно, очень вкусно, честно. Так, дальше. Какой у вас рост и вес? У меня рост метр шестьдесят пять, а вес у меня пятьдесят два килограмма. У меня метр шестьдесят... Я выше, да, тебе метр шестьдесят восемь? Да. Впервые пробую этот соус. Он очень вкусный. Давай-ка. Никогда не вхалнула. Вкусно. Следующий. Давай. Айсир, есть ли у тебя лучший друг или лучшая подруга? Вообще, у тебя есть парни, друзья? Друзья нет? Друзья, да? Но вот лучшего друга нету. Вообще, ты веришь в дружбу между парнем и девушкой? Не совсем, если честно. У меня был друг, но потом мой парень решил, что у тебя больше не будет друг. Типично. И все, на этом все закончилось. Вопрос от меня. Давай. Как тебе учиться дистанционно? Я не учусь вообще. Может, типа, пока остановили это все. Да, а почему? Не знаю. Много кто не заходит в народе. Да, много, да. Очень мало кто заходит. Например, если мы в классе 25 людей, человек. 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 То где-то можно зайти 10 человек максимум. А что они говорят? Они говорят, что у них нет интернета или что? Вот реально. Например, у кого-то нету компьютера. Да. И что, как учиться? В телефоне. Это программа Zoom называется. Да. И в компьютер тоже можно скачивать, в планшете, в телефоне, где захочешь. Например, у человека нету интернета. Что делать? Ничего, они заходят просто. Ну, сейчас редко у кого нет в интернете, если честно. То есть, учителя требуют, чтобы вы заходили, да? Да. Не так уж. Когда уже началось вот это все, да, дистанционное обучение, то все заставляли, да, захотеть. А сейчас уже нет. Сейчас говорят, если захочешь, если захочешь, зайти. Нет, нет. Интересно. То есть, значит, меня заставляют. Говорят, что не будет больше школы до сентября, до 15-го или до 1-го. Ну, вы же не доучились до конца, а второй, получается, полугодие. Это осталось, да, уже. Ничего, и так пойдет, да? Но скучно сейчас без школы, без занятий. Ты любишь школу? Я вообще ненавиделась уже без школы. Люблю, например, дурачиться с друзьями, например. Вот это самое интересное. А так, хотела бы ты сестру. У тебя нету сестры, правильно? Нет, но у меня есть двоюродная сестра. Она мне как родная, да, честно. Мы почти как каждый день, да, с ней вместе. А так, нет, не хочу. А кто не знает, я сел единственный ребенок в семье. У нее нету ни брата, ни сестры. У меня есть братик. Он старше, да, у тебя, да? Да, старше на два года. Вот. У нее была подруга, у нее было две сестры. Они были три сестры, они постоянно накукались. Угу. Постоянно из-за вещей, из-за, не знаю. Ну, и мы сестру есть и хорошие, и не совсем хорошие стороны, да. Минусы и плюс, так скажем. Можно одежду брать у нее, да? Угу. Если понимаете друг друга, если есть общие интересы, например, да, не сдаете друг друга, то это не шикарно, это самое лучшее. Если у вас есть такая сестра, которая не предает все, что не было, не идет маме говорить, то это у вас как лучшая подруга. И вам уже не нужны лучшие подруги. Да, я согласна. Все равно брат, он не заменяет сестру, если честно. Потому что я, например, с братом не могу обсуждать какие-то личные моменты. Не потому, что он не поймет, а просто, ну, как мужчина, да. Он не поймет. Не поймет, да, женский вид. Я элементарно накрашусь прям супер ярко. Он не заметит это. Если только, я не знаю, перекрашусь в блондинку или сделаю прям красные губы, только тогда он заметит. А если я нарисовала стрелки или, не знаю, поменяла оттенок тонального, он никогда в жизни это не заметит. Вот сестра или подруга, что заметит. Давай ты выберешь. Давай. А я сейчас... А я пока что буду есть. Какая у вас фамилия? Какая у тебя фамилия? У меня Аразова. У тебя? Полодова. Какой ты знаешь, Зодиака? Я рыба. А ты? А я стрелец. Как вкусно, ребята, ссылка по боксу на рецепт. Знаешь, если ты БТС, если, да, то как к ним относишься? Так скажем, отвечу сейчас я на этот вопрос. Я знаю БТС, я когда-то это любила их, вот это все, что связано с Кореей. А вот когда мне уже было 14, я уже сбросила это все, и мне уже не так что нравится. А тебе? Ты знаешь БТС? Ну, я бы равнодушна. Снимайте чаще видео с Айсель. Хорошо. С ними. Так. Верите ли вы в сны? Мне всегда снится какая-то чушь, если честно. Да, точно. Ну, верю ли я в сны? Иметь свой салон красоты или ресторан? Что бы ты предпочла? Я люблю, если честно, уход за собою. Так как я это люблю, я выберу салон красоты. Но если мы будем внимания на доходы, то в ресторан. В ресторан это лучше. Да, по доходам, на самом деле, ресторан это больше прибыли, но и больше мороки, на самом деле, там правила. И да, и да, и опять еда. На самом деле, у меня раньше была мечта, что у меня будет ресторан и все такое, но после знакомства с хозяйкой Burger Station, она мне рассказала, сколько мороки с рестораном, сколько приходит проверок. И просто ты в шоке от того, что... А как деньги-то зарабатывать, если столько преград? Доход уходит просто на ветер, да, там, на разные вещи, свои проблемы. А салон, мне кажется, проще, но опять же, у нас не было салона, мы же не знаем. В детстве я хотела себе ресторан под водой. Под водой? Да, честно. У нас есть из Каспийской моря, извините, у нас есть из Каспийской моря. Мне так нравится, я хотела, типа, под водой сделать такой ресторан, было бы круто, но для этого нужны немалые деньги. Да, конечно. Какие планы на будущее? В ближайшие пять лет? Поступать в университет, закончить университет. Мы как раз-таки сейчас с Сержей разговаривали на эту тему. Она хочет поступить в иностранный языке. Да, и нет. Ну, мне кажется, это не так уж и легко там учиться будет. Да, третья группа, трудно, история, литература. Я по истории набрала просто ноль. Такинь. Ого. У меня одного балла, даже в минус ушла. Ну, потому что у меня плохая память, и у меня никогда не было желания изучать историю. Ты больше любишь географию, математику. Да, я математику больше люблю, я физику любила, надо было поступать в первую группу, я думаю. Да? Да, я физику очень люблю, но не знаю, зачем я не поступила. Так, дальше. Давай. Твой идеал среди знаменитостей? Не знаю, честно. Люблю многих, если честно, очень многих знаменитостей, знаменитостей, но прям идеал, это, наверное, реально. Она, и Рианна, Анджина Джоли. Да, Анджина Джоли вообще красотка. Хотела быть домашнее животное. Угу. У меня было котенок маленький. А что с ним произошло, боюсь спросить. Беда. Он сбежал, и мы не смогли его найти. У меня тоже был котик, и он тоже сбежал, это потому что он хочет девочку. Он хотел отношений, на самом деле, а отношений в квартире не было, поэтому он решил убежать. Реально, как только открываешь дверь, он убивал прям. Либо я его так достала, я не знаю, либо он просто отношений хотел. Но на будущее я хочу себе не котика уже, а собачку маленькую. Маленькую я тоже. Маленькую, такие, которые не растут. Такие маленькие. Похожи на медвежонка маленького. Шпиц, кстати. Да, я тоже хочу шпиц. Но они дорогие, и за ним уход тоже дорогой. Но они очень милые. А уход это стрижка, и все такое милое? Стрижка, да, вот это все. Стрижка ногтей, стрижка. Я буквально, по-моему, дня три назад смотрела на интернете. Угу. Я видела за 1700 монат. Шпиц. Ну, прям совсем маленького, карликового. А я хочу совсем маленького, похожего на медвежонка. Это очень мимимисно по мне. Угу. Ммм, с олком. Угу. У нас даже была идея, Шелли, купить мальчика и девочку, разводить и продавать. Бизнес. О! Вот. Классная идея. Чтобы не покупать... В общем, у них у родственницы, у Шелли, есть мальчик. Мы думали скинуться купить одну девочку, и потом уже разводить их. А потом Шелли сказала, что вдруг продать не сможем, куда мы денем столько собачек. Раздадим. Вот я нашла, куда мы денем, если сможем продать. Да. Давайте, давайте. Молодец тут, что ты едаешь. Да, мне еще уже. Ммм. По 10 штук мы такие, это... Обжоры. Сейчас. Следующий вопрос. Вот как вы относитесь к анорексии? Надо кушать, ребята, чтобы... Плохо. Скажу честно, плохо. Мне кажется, сейчас уже не в моде настолько худых, как были раньше. Раньше была одна мода. Все худые такие... Господи. А сейчас смотришь на Кайли Дженнер и понимаешь, что... Мода поменялась. Да. На Ким Кардашья, на вот это вот все. Ну, если честно, хоть они считаются идеалами, мне не нравятся. Да, мне тоже не нравятся. Мне, например, тело вот это вот Ким Кардашья не так уж нравится. Мне, например, больше нравится Кэндалл. Она такая стройная. То есть все, мне кажется, должно быть в меру. Она с лица очень красивая Ким, например. Но... Слушай, дочь Калия победила эту жизнь. Парк или нет? Это развлечение, что-то. Человек просто в жизни родился там, где нужно и кем. Да. Родился идеалом. Но она очень милая. Я смотрю на ее фотографии. Это просто мимиме. Мне кажется, после этого мукбанга мы будем лежать и спать. Да. У меня вообще есть такая привычка после еды. Я очень люблю спать. Прям очень. Прям как помошила. Все, ложусь и спать. Мы будем снимать для вас видео для ТикТока. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я вообще залипла на ТикТок. Постоянно снимаю туда что-то. Там уже память заканчивается. Сейчас начнем. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и на наши ТикТоки. Обязательно. Очень любим вас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok